Загружать новое видео в ТикТоке запрещено. Всем привет, дядя Сережа на связи, и сегодня я выходной. Да, братва, ТикТок заблокировали. А точнее он приостановил свою работу. Сегодня я хотел загрузить свой пушечный классный ролик. Но, к сожалению, я увидел сообщение от ТикТок. Сейчас я вам его прочитаю. Что мы ограничили доступ к некоторой функции ТикТок в вашем регионе. Вы временно не сможете публиковать видео и уходить в прямой эфир. Мы сообщим, когда эти функции снова будут доступны. Приносим свои извинения за сбой в работе нашего сервиса. Как-то так. Итак, почему же заблокировали ТикТок? Они говорят, что самым высоким нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей. И в свете нового российского закона о фейковых новостях. У нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента. На нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого для безопасности. То есть, каждый из нас, кто проживает в России, не может загружать видео. Также у нас снялась полностью реклама на YouTube каналах. Как жить дальше блогерам, пока никому неизвестно. Получается, что у нас старый контент остается, а новый загрузить мы не можем. Поэтому наслаждаемся теми видосами, которые уже загружены. И обмениваемся сообщениями. Зато, мне теперь кажется, все родители будут рады, что ТикТок заблокировали, потому что дети не будут там сидеть залипать. А наконец-таки начнут читать книги. Также огромные потери понесли блогеры, блогер-миллионники, которые зарабатывали на контенте в ТикТоке, а также на рекламе в YouTube. Поэтому нам всем остается только ждать, пока все ограничения снимут. И мы начнем также продолжать загружать свои новые пушечные видосы. А пока на данный момент пользуемся YouTube, Instagram и Telegram каналом, ссылка на который я оставляю в описании под этим видео. Кстати, если вдруг у тебя получилось загрузить видео в ТикТок, обязательно напиши об этом мне в комментариях. И мы с тобой это обсудим. Субтитры создавал DimaTorzok